Предвидеть форс-мажоры, сократить время пересечения границы, новые технологии помогут белорусам и гостям нашей страны добираться и пересекать государственный рубеж в максимально удобных условиях. Госпогранкомитет Беларуси разработал так называемую интерактивную карту. Юрий Шевчук лично протестировал систему. Не так давно Госпогранкомитет Беларуси разработал так называемую интерактивную карту, говоря, что благодаря ей и интернету доехать до границы стало намного проще. Что ж, проверим, так ли это на самом деле. Юлия Сытенкова, одна из тех, кто разрабатывала интерактивную карту, среди основных замыслов было ответить на самые актуальные вопросы людей, планирующих пересечь границу. На какой пункт пропуска добираться ближе и быстрее, где можно застраховаться или поменять деньги, и на каком участке границы меньше всего машин. Можем проанализировать, насколько наши очереди увеличатся или уменьшатся на основе тех данных, которые есть расположены на сайте. Мы заходим в раздел архив очередей, ну, скажем, неделю назад, вот приблизительно в это же время. Развитие ситуации, в принципе, такое же. Очередей из легковых автомобилей нет. Ресурс находится на сайте ГПК. Зайти на него можно с любого мобильного устройства. Помимо разделов с актуальной информацией, здесь же можно отслеживать ситуацию перед пунктом пропуска. Веб-камеры обновляют картинку в онлайн-режиме. В связи с отсутствием ритмичности приема сопредельной стороной транспортных средств, на территории пункта пропуска могут находиться оформленными для пересечения белорусско-льтовской границы до 50 легковых транспортных средств. В то время, как на подъезду к пункту пропуска очередей нет. Добравшись до пункта пропуска, по интерактивной карте смотрим, где находятся интересующие нас объекты. Киоск страхования, обменник, сан-зона, ветслужба. В реальной жизни все действительно расположено, как и на виртуальной карте. Здесь же можно узнать, как нужно проходить границу. Ведь, несмотря на простоту этих правил, многие про них попросту забывают. Некоторые граждане забывают о том, что все действия совершаются в пункте пропуска только с разрешения таможенных органов и сотрудников органов пограничной службы. Несоблюдение данных правил приводит к привлечению лиц, пересекающих государственную границу, к административной ответственности. Сегодня уникальный ресурс объединяет 23 пункта пропуска на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. А уже в ближайшее время белорусам и гостям станет доступна еще одна онлайн-услуга – электронная очередь – бронирование времени для прохода через границу. Напомню, испытания этой системы уже проходили в пунктах пропуска Каменный Лог и Козловичи. И тогда сервис зарекомендовал себя самым лучшим образом. Юрий Шевчук, Анатолий Долотовский, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова